Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Если бы Христос жил в современном мире, что бы Он сказал о современных средствах массовой информации? В чем их польза и в чем их вред для верующего человека? И как отличить одно от другого? Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Олег Юрьевич Гончаров. Олег Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Снова очень рада вас видеть и приветствовать в нашей студии. И вот скажите, мы всю любую проблему современности берем и рассматриваем в свете Священного Писания, в свете того, что написано в Библии. Были ли в библейские времена средства массовой информации или какой-то их аналог? Ну, говорить о средствах массовой информации в библейские времена, конечно, очень сложно. Потому что средства массовой информации именно так и называются, потому что они сразу охватывают огромную массу, огромное количество людей. В те времена таких средств просто не существовало. Во-первых, не все люди в те времена умели читать и писать. Далеко не все, только особо образованные люди. Уже умение читать и писать в те библейские времена уже считалось высшим образованием. Далеко не все им владели. Ну и, соответственно, не было носителей информации в те времена. Даже книг не было как таковых. Люди пользовались различными свитками, из пергамента, из папируса в Египте. Они стоили довольно большие деньги. Их трудно было копировать. То есть средства копирования тоже отсутствовали. Печатный станок появился только в Германии в 15-м столетии, в Гутенберге. Я, кстати, был в этом музее. Это очень интересно, как с появлением печатного станка как раз и мы можем говорить о появлении средств массовой информации. Это 15-й век. А до этого люди просто передавали информацию из уст в уста. Непосредственно. Например, Иисус, мы читаем, он заходил в лодку, на берегу собиралась аудитория, много людей. И использовали какие-то естественные ландшафтные особенности того времени, чтобы звук достигал слушателей. Но это была, конечно, ограниченная группа людей. Насколько там могло человек. Может быть, несколько сотен, максимум несколько тысяч в афинтеатрах слушали апостола Павла. Вот все были средства массовой информации. То есть не было их практически. И однако же вот та книга, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и Евангелие, то, что дошло до нас с тех времен, апостолы они записали, например, слова Христа. И мы можем сейчас это читать. Сейчас в Библии большими тиражами выходит. Ну да, сегодня Слово Божие уже стало частью средств массовой информации, современных носителей, не только на бумаге. Библия сегодня в электронном виде, в различных форумах присутствует. Это особенность нашего мира. Вот что мы можем сказать о современных средствах массовой информации? Есть такое мнение среди верующих людей, что вообще слушать новости, читать новости, просматривать новостные ленты – это грех, это отвозит от Бога, это влияет отрицательно на наше духовное состояние, потому что очень много негатива, очень слишком много информации недуховного характера. Что вы об этом скажете? Нужно ли читать новости, смотреть новости верующему человеку? Ну, во-первых, что касается новостей. Здесь, ну, как бы, нужно с двух сторон посмотреть на эту проблему. То, что вы сказали, действительно, у нас очень много отрицательных сегодня, отрицательной информации, которую мы получаем через новости, в том числе. Это убийства, войны, военные конфликты, какие-то аварии, катастрофы. И все это негативно на нашу психику влияет. Естественно, когда мы все слышим эти негативные новости и видим еще картинку при этом, это воздействует на нас отрицательно, в эмоциональном плане крайне отрицательно. То есть люди как бы возбуждаются, нервничают, переживают. Переживают за то, что они, в принципе, не могут изменить, да? Потому что новости, они от нас не зависят. И это отрицательный такой момент. Но, с другой стороны, ведь те пророчества, о которых мы читаем в Священном Писании, их исполнение, точнее, мы можем узнать только из средств массовой информации. То есть, вот как Христос говорит, например, в Евангелии от Матфея, 24 главе, которая посвящена будущим событиям, здесь Христос предсказывает и говорит. С третьего стиха. «Когда я сидела на горе Лионской, приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы никто не прелестил Вас, ибо многие придут под именем Моим». Шестой стих. «Также услышите о военных, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо належит всему тому быть. Ибо восстанет народ на народ». Так, дальше, все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения. Многие лжепророки возникнут. В общем, здесь очень много информации дается такой. Христос говорит «услышите». Причем, когда его спрашивают о том, когда же все это наступит, Христос ссылается на природу. И он говорит, что так же, как и в мире природы, вот смотрите, 32 стих об этом говорит, «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». То есть, когда мы смотрим новости и видим вот эти события, они помогают нам сориентироваться в плане библейских пророчеств, например. То есть, увидеть, что время пришествия Христа приближается, потому что мы видим, сбывается то, что сказано в Слове Божьем. Ну, а в бытовом плане, безусловно, когда мы смотрим новости, они необходимы. Если я, например, бизнесмен, бизнесом занимаюсь, как я буду без новостей? Я не знаю, какой будет курс валют, да я не смогу предугадать цену своих акций, которых вложений, да и не только, даже простой человек, он смотрит новости, чтобы узнать, что будет с пенсией, какие прогнозы, цена на продукты, кстати, прогнозы погоды в том числе. То есть, сегодня современному человеку, который живет в большом городе, не где-нибудь в лесу, в деревне, а в большом городе, без новостей, наверное, невозможно обойтись вообще без новостей. Трудно обойтись. Обязательно человек будет интересоваться новостями, смотреть. Это помогает ему ориентир. То есть, есть негативный момент, да, вот то, что мы сказали. Когда мы много смотрим негативной информации, это влияет на нашу психику и мешает нам общению с Богом. Кстати, лишает времени нас. Вот тоже такой момент. Да, очень много времени. Можно увлечься. Ну, да. Вот, например, послание к ефесянам я для себя выписал. Есть такие слова в пятой главе, они записаны с пятнадцатого стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Дорожа временем, потому что дни лукавы. А средства массовой информации у нас это время отнимают. И у нас нет времени, чтобы почитать Библию, чтобы сходить в церковь, пообщаться с родными и близкими. Все это отнимают нас средства массовой информации. И наши дети сегодня сидят в интернете, как мы говорим. Да и сами мы тоже иногда погружаемся в эти средства массовой информации, сериалы там различные и так далее. Вот, это, ну, естественно, негативные вещи. Но вместе с тем, вот, как я сказал, есть и позитивные вещи. И средства массовой информации мы можем почерпнуть информацию, которая позволяет нам ориентироваться в окружающем мире, ориентироваться в библейских пророчествах, где мы находимся. Ну, важно, наверное, просто баланс соблюдать. Допустим, решить, что я просматриваю новости не больше, например, 10 минут в день. Ну да, нужно уметь контролировать свое время. Контролировать свое время. Это да. Есть также еще одна позиция. Есть, опять же, верующие люди, которые, напротив, очень сильно интересуются политикой, экономикой, всевозможными новостями, обстановкой в разных странах, ситуацией в мире. И они постоянно смотрят, слушают новости. И не просто смотрят, слушают. Они комментируют на разных сайтах, в социальных сетях, они спорят, они ввязываются в конфликты и всячески, в общем-то, свое время полностью вот этому посвящают. Причем бывает так, что в достаточно резкой, жесткой форме они могут комментировать какие-то события. Политические, социальные, экономические. Ну да, я согласен с вами, это и есть. И это является как раз одной из отрицательных сторон современных средств массовой информации. Особенно, если мы говорим об интернете. Между прочим, сегодня по социологическим исследованиям, причем самых разных социологических организаций, молодежь, телевизор-то практически не смотрит новости. А молодежь в интернете находится. И всю информацию черпает через сеть интернета. И мы можем заметить, что молодые люди и на улице идут, даже вот в смартфонах находятся, да, и что создает, кстати, угрозу для их безопасности, зачастую безопасности их движения. И где-то в кафе находятся и дома, полностью погружены в эту систему интернета. И там вот действительно при помощи средств массовой информации они могут втягиваться в различные конфликты, в том числе виртуальные, как мы говорим. И, между прочим, средства массовой информации сегодня являются вопросом безопасности любого общества и любого государства. Потому что через средства массовой информации сегодня, к сожалению, пропагандируются экстремистские учения многие. Через интернет, и мы это знаем, к сожалению, людей втягивают в экстремистские организации, учат, как совершить террористический акт, да, какой-то. Настраивает людей, одну группу людей против других, моделирует и модерирует, в том числе какие-то революции, восстания. Перевороты. То есть это все сегодня становится частью нашей жизни. И это является угрозой не только для духовной безопасности каждого из нас, но и, в общем-то, с точки зрения общества, для государственной и общественной безопасности. Да. Ну вот я бы сказала, что вот часто говорят, что это виртуальный мир. Я бы сказала, что это как вторая реальность. Этот мир достаточно реален, тот, который там, в интернете. Потому что там те же самые живые люди, которые пишут статьи, выкладывают видео, которые общаются, обмениваются мнениями, новостями, настроениями. Это все срез нашего общества. Ну, в какой-то мере, да, но в какой-то мере я могу не согласиться, потому что средства массовой информации, они могут, и они не то, что могут, они это делают, они во многом моделируют. Моделируют. Ну, как бы, мир и моделируют реальность. То есть в реальности этого нет. А вот в сериале это и есть, мы смотрим. Ну, это художественное, да. Не, ну, художественное. А в интернете человек может общаться с каким-то там человеком, даже влюбиться через интернет, а потом выясняется, что в реальности того человека, с которым он общался, его может либо вообще не существовать, это какой-то робот был. Вот. Либо, если он существует, то это совершенно другой человек, там, другого возраста, даже пола, да. Ну, естественно. И поэтому, вот, понимаете, происходит такая путаница между реальным и виртуальным миром. И в этом-то опасности заключается, особенно для молодежи. Они начинают жить в этом виртуальном пространстве, и там они получают навыки. Как только у них из рук забирается интернет, да, они не знают, что делать, как себя вести в этой жизни, как строить взаимоотношения, как воспитывать своих детей. И вообще создавать свою семью. Вот в чем проблема. Это великое зло, средства массовой информации. Но я думаю, что не только об этом мы можем поговорить. Да, вот как вы думаете, если бы, допустим, Христос жил в наше время, как бы он мог бы использовать средства массовой информации для проповеди, например, своего слова? Могли бы апостолы использовать? И как можем мы сейчас использовать средства массовой информации, как верующие люди? Ну да, я хотел бы вот как раз об этом сказать, что сегодня средства массовой информации могут нести не только зло, но могут нести и добро людям. Потому что сегодня Слово Божие, благодаря средствам массовой информации, становится доступным для каждого человека. А Слово Божие может изменить человеческую жизнь. И, в общем-то, одна из заключительных особенностей Священного Писания заключается в том, что Слово Божие обладает такой качественной характеристикой, как изменение жизни человека. Я вот нашел одну историю в Священном Писании, которая записана в 4-й книге «Царств» в 22-й главе. Это история царя израильского Осии. Царь, который царствовал в Иерусалиме. Восьми лет было Осии. Мы читаем с первого стиха, 4-й главы книги «Царств». 22-й главы 4-й книги «Царств». Восьми лет до Осии, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодный в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего. Не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Осии послал царь Шафана, сына отца Алия, писав в дом Господень, сказав, «Пойди к Хелке и первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога. И пусть отдадут в его руки производителям работ, приставленным к дому Господню Осии, пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление, на повреждение дома». Ну, то есть царь посылает своего слугу для того, чтобы организовать сбор средств для храма, для нужд храма. Потому что необходимо было произвести ремонт храма, текущий ремонт храма. Плотникам и камечникам и делателям стен на покупку дерев, тесных камней для исправления дома. То есть нужно было храм содержать. Потому что до этого, предыдущие, передуси цари, они отступили от Бога, и храм оказался в запустении. Необходимо было ремонт сделать, как мы говорим. И вот интересно, дальше мы читаем. И сказал Хелке, 8 стих, первосвященник, Шафану, Пису, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. Вот они стали ремонт делать, и во время ремонта нашли Библию по тем временам, свитки из Ветхого Завета. Слово Божие нашли. И пришел Шафан Писец к царю, и принес царю ответ. И рассказал ему, что он сделал. И вот 10 текст. «И данил Шафан Писец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелке, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». И дальше идет повеление царя, чтобы люди обратились к Богу с покаянием. Значит, 13 стих, «Пойдите, попросите Господа, заменяя за народ и за все Иудеи о словах сей найденной книги. Потому что велик гнев Господень, который всплал на нас за то, что не слушали отцы наших слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И дальше происходит такая вот духовная реформация. Обновляются не только стены молитвенного храма, тогда дома молитвы, дома Господня. Но обновляется сердце царя через покаяние. И книгу закона, то есть Библию читают народу. Народ, мы читаем, дальше приходит к покаянию. То есть возникает такая духовная реформация в народе Божьем. Иными словами, вот эта история, она говорит нам об этом качестве Библии. Когда мы читаем Библию, то мы пересматриваем свою жизнь. Мы приходим к покаянию, к реформе нашей духовной жизни. И именно это важно сейчас, потому что, если мы говорим о средствах массовой информации, очень много времени мы тратим на то, что не приносит нам пользы. То есть на ту пищу, которая не является духовной. Вот мы смотрим средства массовой информации, которые не питают наш духовный организм, не питают нашу веру. А на Слово Божие у нас остается очень мало времени. И поэтому, если мы говорим о средствах массовой информации, то мы можем из того же интернета, из тех же передач на телевидении, выбрать те передачи, которые каким-то образом отражают то, что написано в Священном Писании. Или напрямую проповедуют о том, что написано в Слове Божьем. И такой информации достаточно много. Сегодня у нас много различных каналов, телевизионных, христианских, которые так или иначе повествуют о том, что написано в Библии, проповедуют о Христе. Еще больше, наверное, информации содержится в интернете. Нам просто нужно научиться эту информацию фильтровать, выбирать, да, и смотреть только те передачи, которые будут полезны для нашего духовного состояния, которые проповедуют о Боге, о Слове Божьем. И, между прочим, есть такая вот у меня мысль, я ее тоже где-то услышал. Мы сами, в общем-то, формируем то, что показывают в средствах массовой информации, там, по телевизору, и то, что содержится в интернете. В каком плане формируем? Дело в том, что средства массовой информации – это в основном коммерческая структура, работающая для рекламы и на рекламу, живущая за счет рекламы. И если люди смотрят фильмы, в которых там «Убийство», «Кровопролитие» и большой рейтинг этих фильмов, то, значит, те, кто эти фильмы размещают в СМИ, они собирают хорошие рекламные деньги. То есть они размещают туда рекламу, и получается у них хороший бизнес. Но если люди не будут смотреть эти фильмы, рейтинг будет низкий, их показывать не будут, потому что смысла тогда не будет, правильно? Ты не сможешь зарабатывать на этом. А зарабатывают именно потому, что существует спрос у большинства людей на такую низкопробную, как мы говорим, продукцию. Низкопробные фильмы. И, между прочим, даже старые советские фильмы, при всей той критике советской системы, там, атеистической, которая вела борьбу с религией, но даже они сегодня смотрятся, ну, по сравнению с современными передачами, смотрятся как высокодуховно-нравственные какие-то произведения. Вот старые фильмы, которые в советское время снимали, там, и на патриотическую тематику, там, на военную и в целом, как бы, очень много хороших фильмов. Я смотрю постоянно их, вот, когда у меня есть, конечно, время. Дети мои спрашивают, что ты сможешь такое старье, да? А я говорю, ну, а что смотреть из современного? Да, очень мало каких-то достойных, хороших фильмов сегодня мы можем увидеть. Или хороших каких-то передач достойных. В основном, передачи, связанные с скандалами какими-то, да, вот, мы смотрим, там, тук-шоу. То, что будет доражить нервы, да. То, что будет доражить нервы. Но, опять же, реклама, понимаете? Вот, и люди спрашивают, почему же мало хороших передач? Да потому что, к сожалению, люди клюют на вот эту приманку, да, вот этих низкопробных передач. А хорошие, здравые, нравственные фильмы, вот мы записываем, да, сколько передач. И, пожалуйста, смотрите эти передачи, слушайте. Они же помогают вашему духовному возрастанию. Они направляют эти передачи на Библию. Почему так мало мы их смотрим? Почему так мало уделяем внимания? Ну, просто это труд, это же просто труд душевный. Вот это нужно думать над своей жизнью, нужно делать выбор, нужно каяться. А когда мы смотрим какие-то развлекательные каналы, фильмы, шоу, то, как говорят человек, я отдыхаю. Я отдыхаю просто, я развлекаюсь. Ну, конечно. Ну, мне кажется, еще... Да, я думаю, что еще можно сказать пару слов об ответственности тех, кто содержит средства массовой информации. Я согласен, вот я же говорил, что это бизнес, да. Но если при этом эксплуатируются какие-то низменные чувства человеческие, то это плохой бизнес, согласитесь. Вот. Он приносит, может быть, доход, но это плохие деньги. Поэтому те, у кого есть средства, кто может снимать хорошие передачи, фильмы, да, или каналы какие-то содержать, то больше нужно внимания уделять духовным вещам. И, кстати говоря, каждый из нас, потребители средств массовой информации, может тоже, ну, как бы быть творцом СМИ, в смысле, вот, интернет, да, сейчас он доступен на каждом смартфоне. То есть мы перемещаемся, вот у меня телефон, и я перемещаюсь вместе с ним, и в транспорте нахожусь часто, там что-то делаю, пишу. И сейчас стали популярны вот эти сети социальные, да. И мы можем тоже, в принципе, свой вклад внести, чтобы через средства массовой информации проповедовать Слово Божие. Если мы в своих блогах, в своих социальных сетях будем говорить о том, о чем, что мы читаем в Священном Писании, делиться с людьми, вот, своими духовными, да, переживаниями, призывать людей к чтению Священного Писания, к размышлению над духовными вопросами. Мы же это можем делать, потому что мы же вот тоже участники СМИ. Каждый человек становится участником СМИ. Все мы пишем что-то, да, в блогах там. Ну да, это, наверное, повод задуматься для каждого верующего человека, что, собственно, несет моя страничка в интернете. Да. Она несет постоянную критику, она несет постоянный негатив, она несет какие-то там обиды, какие-то намеки. Или политические споры там, да? Да, политические споры, либо она не все добро. Здесь ведь, ну, не обязательно говорить напрямую о Боге. Да, конечно. Можно показывать какую-то добрую жизнь. Даже вот, когда смотришь на счастливые семьи, на счастливых людей, которые заняты любимым делом, на их фотографии, ты и позитивом заряжаешься, и ты благодарен Богу за эту жизнь. Когда ты постоянно в ленте читаешь критику сплошную, читаешь негатив, какие-то слезы, боль, и это тоже оседает в твоей душе. Да, Библия учит нас, что наши слова должны содержать добрую весть. И вы правильно сказали, не обязательно цитировать Библию, как мы на нашей передаче. У нас передача в формате, да, открытая книга, мы читаем. Ну, можно транслировать идеи Библии в других образах, в других словах, да, через средства массовой информации. И, в общем-то, от наших слов, которые мы высказываем сегодня через средства массовой информации, во многом будет зависеть жизнь людей, их судьба и их вечная участь даже, может быть, если мы несем Слово Божие. А кто знает, может быть, кто-то из наших зрителей обратит внимание на Библию, покается перед Богом и признает Его своим Спасителем, обретет вечную жизнь. Хотелось бы, чтобы именно так и было. Да. Олег Юрьевич, спасибо за участие в программе. Спасибо. Благодарю вас, что пришли сегодня к нам. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». И мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин